Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня я предлагаю лекцию по клинической фармакологии. В 2020 году мы встречаемся в первый раз. Лекция будет посвящена вводной части. Я сегодня хочу вам рассказать, что такое клиническая фармакология, непосредственно какие существуют у нее разделы, цели, задачи. Поговорим о лекарственном мониторинге, поговорим об особенностях назначения лекарственных препаратов в детском возрасте, какие существуют правила особенностей назначения лекарств во время беременности, при лактации у женщин, ну и ряд других вопросов, которые будут касаться именно новейшим технологиям создания лекарственных препаратов. Это тоже будет посвящено клинической фармакологии. Начнем с определения. Что же такое клиническая фармакология? Клиническая фармакология – это наука, это самостоятельная дисциплина, которая занимается принципами рационального выбора лекарственного средства для терапии данного больного с конкретным заболеванием, а также она изучает методы контроля терапевтической эффективности и безопасности применения лекарств. Как самостоятельная дисциплина, она возникла в 1971 году, когда было организовано письмо Всемирной организации здравоохранения о признании клинической фармакологии как самостоятельной медицинской науки. В России с 1997 года у нас есть отдельная специальность по врачебной классификации – клинический фармаколог-врач дисциплина «Клиническая фармакология». Приказ 131. По определению ведущего академика, основоположника клинической фармакологии, вотчила Бориса Евгеньевича, клиническая фармакология – это фармако-терапевтическое мышление у постели больного. И прежде чем назначить препарат, врач должен знать основные постулаты медицины. Он должен разбираться в анамнезе больного, знать диагностику, знать дифдиагноз, знать основные методы профилактики и лечения того или иного заболевания. Кроме ведущих терапевтов, которые посвящали свою жизнь и работу клинической фармакологии, в педиатрии очень много известных педиатров, которые тоже являются основными клиническими фармакологами, это такие, как Игорь Борисович Михайлов, Санкт-Петербургская школа. Есть учебник, он так и называется, клиническая фармакология для студентов педиатрических вузов. Этот учебник предоставлен и в нашей непосредственно библиотеке, где можно будет его получить. Справочник педиатра по клинической фармакологии также до сих пор свою актуальность не потерял. Он выпускается под реакцией гуселя и марковой. Кроме того, главным клиническим фармакологом у нас в России главный клинический фармаколог Росдравнадзора – это известный ученый Белоусов Юрий Борисович. Так какие же задачи решает клиническая фармакология? Клиническая фармакология решает много задач. Одни из них связаны с исследованием новых лекарственных препаратов. Сейчас на рынке появляется все больше и больше лекарственных препаратов, которые требуют обязательных как лабораторных, так и клинических исследований. Поэтому ведущей задачей по исследованию препаратов отдано клинической фармакологии. Кроме того, проводится переоценка уже известных препаратов. Они подвергаются непосредственно также клиническим исследованиям. Ряд из них включаются в стандарты лечения, ряд из них включаются в протоколы лечения. А те препараты, которые не оказывают свой эффект, либо становятся опасными, не только бесполезными, но и опасными, входит так называемый негативный формулярный список. И мы, как врачи, не должны их назначать. Кроме того, клиническая фармакология занимается разработкой методов эффективного и безопасного применения лекарственных препаратов. Потому что для детей очень важно назначить лекарственный препарат, который бы обладал максимальной эффективностью, но при этом имел максимальную безопасность. А вот какие эти методы, то есть они могут быть различного ряда, они могут быть клинические, лабораторные, параклинические. Это также занимается клиническая фармакология. Кроме того, клиническая фармакология занимается обучением не только студентов, но и повышением квалификации врачей, потому что каждый год на рынок поступает все больше новых препаратов. Эти препараты не совсем могут быть до конца известны врачам. И клиническая фармакология также проводит циклы обучения среди врачей и студентов. Задачи клинической фармакологии можно подразделить на глобальные, которые представлены в слайде справа, и можно определить как практические с точки зрения уже практического здравоохранения. Если мы говорим о глобальных задачах, то я уже их перечислила, и эти задачи мы все с вами будем касаться в той или иной степени. А вот практическим задачам каждый день врач любой специальности их решает у постели больного. Я уже сказала, что это самое главное, это рациональный выбор лекарственного препарата для больного, определение наиболее рациональных форм и режимов их применения, определение путей ведения лекарственного препарата, взаимодействие лекарственных средств между собой, потому что, как правило, больной не получает одно лекарство, а назначаются и два, и три, и четыре препарата одновременно. Это взаимодействие также нужно оценить. Врач также должен проводить лекарственный мониторинг при назначении лекарственного препарата. Это также задача клинической фармакологии. Он должен, врач, предупредить и устранить побочные реакции и нежелательные реакции лекарственных препаратов. То есть в данном отношении это все практически почти ежедневные задачи клинической фармакологии. Я уже сказала, что рациональный выбор – это максимальная эффективность и безопасность применения лекарственного препарата у больного. Поэтому максимальная эффективность осуществляется за счет анализа фармакодинамических, фармакокинетических, системных эффектов лекарства. А безопасность необходимо учитывать и прогнозировать вероятность возникновения побочных эффектов и их устранения. Какие же основные разделы клинической фармакологии? К основным разделам клинической фармакологии относятся большой раздел фармакокинетика и биогвивалентность лекарственных препаратов, второй раздел – это фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, фармакомониторинг побочных эффектов лекарственных средств и отдельный раздел – это клинические исследования лекарственных препаратов. Остановимся конкретно на каждом разделе нашей лекции. Фармакокинетика – это раздел науки, который изучает пути превращения лекарственного препарата в организме человека и отвечает на вопрос, что с препаратом происходит при поступлении его внутрь организма. Фармакодинамика – это раздел фармакологии, клинической фармакологии, который изучает механизм действия и побочные эффекты лекарственного препарата. Фармакогенетика изучает особенности механизма действия лекарственных препаратов в зависимости от генотипа, от фенотипа человека. Фармакоэкономика в самом названии обеспечивает экономичное, наиболее рациональное использование с точки зрения материального вложения. То есть препараты должны быть обоснованы экономически. Фармакоэпидемиология занимается назначением лекарственных препаратов в группах, когортах людей с тем или иным заболеванием. Фармакомониторинг – это отдельный раздел, который занимается и отслеживает побочные нежелательные действия лекарственных препаратов. В настоящее время, с 2005 года, в России создан специальный раздел здравоохранения, который называется «Фармаконадзор». Фармаконадзор был создан в 2005 году, это отдельные были отделения, а федеральный закон от 12 апреля 2010 года говорит о том, что при назначении лекарственного препарата врач должен проводить мониторинг безопасности. Он так и называется – федеральный закон 61-й об обращении лекарственных средств. Фармаконадзор – это государственная система сбора научной оценки информации о побочных реакциях лекарственных препаратов при их медицинском применении с целью принятия соответствующих регуляторных мер. Здесь бы я хотела остановиться более подробно, когда любой практикующий врач должен отражать этот фармаконадзорное извещение, и это извещение должно поступить в органы здравнадзора. Прежде всего, если врач выписывает препарат, а у пациента возникло нежелательный побочный эффект, который не зарегистрирован в инструкции, вы обязательно должны сообщить в органы фармаконадзора местного. Но у нас местный является это Ивановский фармаконадзор при облздравнадзоре. Кроме того, если мы назначаем препарат, который вызывает зависимость, она может быть как психическая, так и физического уровня, в данном отношении обязательно эти органы должны быть оповещены. Кроме того, если произошел предназначение лекарственных препаратов, а он вызвал летальный исход, в данном отношении мы также сообщаем и пишем извещение в фармаконадзор. Если ребенку введена вакцина и получили побочный эффект с введением вакцины либо осложнения, фармаконадзор также оповещается. Если перелили плазму, либо плазму-заменители, либо крово-заменители, а у ребенка появилась выраженная аллергическая реакция, также пишем извещение. Следующее показание для извещения фармаконадзора. Если произошла системная аллергическая реакция на введение любого лекарственного средства, вплоть до анафилактического шока. В этом отношении фармаконадзор изымает тот препарат, который был назначен из аптечного оборота и проводится его проверка качества. Если проверка качества не соответствует утвержденному регламенту в данном отношении, этот препарат изымается из аптечной сети и соответственно ответственность с врача снимается. Если мы говорим об создании лекарственных препаратов, которые очень широко сейчас используются на нашем аптечном рынке, мы должны знать и этапы создания этих новых лекарственных средств, основной задачей которой тоже является клиническая фармакология. Прежде чем лекарство поступит в аптечную сеть, оно должно пройти три этапа своих исследований. Первый этап – это программа GLP, это программа лабораторных исследований, которые включают получение новой активной субстанции в лабораториях, которые проводят доклинические испытания, либо на животных, либо на клеточных субстратах, либо сейчас проводятся непосредственно 3D, так называемые кибернетические компьютерные моделирования. Второй этап – это клинические исследования, которые включают клинические исследования лекарственных средств, проводятся они на добровольцах, постмаркетинговые исследования, которые также проводятся на людях-добровольцах. Это называется программа GSP, клиническая практика исследований лекарственных препаратов. И третий этап – это программа GMP, она включает химико-фармацевтическое производство лекарственных препаратов и внедрение их в медицинскую практику. Поэтому любой лекарственный препарат, он всегда проходит 3 этих этапа. Это гарантирует качество лекарственных препаратов, это гарантирует проверенные фармакокинетические и фармакодинамические показатели. Если мы говорим о препаратах, которые имеют торговые номинования, они называются дженерики, то в данном отношении в настоящее время нет таких жестких регламентов. Хотя во многих развитых странах эти жесткие регламенты предназначены и для всех торговых номинований. То есть любой препарат, который ввозится в Российскую Федерацию, по своей сути он должен проходить все эти 3 этапа. Для того, чтобы биоэквивалентность дженерика соответствовала международному названию препарата. Для того, чтобы она соответствовала качеству генерического, первоначального препарата. Международное непатентованное название Это название, которое присвоено международной фармакопии, то есть оно известно во всем мире именно под этим названием. Например, димедрол известен во всем мире под таким названием, как дефинингидромин, парацетамол, ацетаминофен и так далее. Поэтому проблема качества дженериков, проблема качества торговых препаратов, она сейчас стоит очень остро именно на территории России. Я думаю, что в скором времени регламент для этих препаратов будет также установлен. Если мы говорим о лекарственных препаратах, конечно, они должны проходить свои этапы исследования. И эти этапы исследования изложены на этом слайде. В клинических исследованиях выделяют также несколько этапов. Первый этап, первая фаза – это применение первой у людей, смотрится переносимость, смотрится дозирование препаратов. Вторая фаза – тетрование дозы, эффективность оценивается действия по механизму действия, переносимость, наличие побочных эффектов. Более углубленная, конечно, отвечает третья фаза, где мы отслеживаем не только переносимость, но и сравнительный анализ с другими препаратами. Мы проводим также учет всех побочных нежелательных эффектов, в том числе и назначение особенностей и возможностей назначения у лактирующих женщин во время беременности. Третья, существует еще также четвертая фаза исследования лекарственных препаратов в настоящее время, она оценивается как пострегистрационная. После того, как препарат выпущен в аптечную сеть и куплен пациентом, либо назначен в стационарных условиях, клинический фармаколог все равно отслеживает так называемые пострегистрационные исследования. То есть, как препарат будет действовать уже в большой популяции людей, отслеживается его эффективность, переносимость и также побочные эффекты. Существует пирамида доказательности по исследованию лекарственных препаратов. Она как раз также и сложена на этом слайде. Она хорошо отображает именно достоверность исследования. Золотым стандартом исследования в настоящее время относится, посмотрите на верхушку айсберга, исследование по ТЭЙ. То есть, это двойное слепое многоцентровое контролируемое рандомизированное исследование с метаанализом. Немножко тоже стоит остановиться, что же такое двойное слепое. Сейчас даже есть понятие тройное слепое многоцентровое исследование. В данном отношении мы говорим о том, что уровень достоверности категории А, он высокий. Он составляет практически 90%. Что значит двойное слепое? Двойное слепое исследование – это значит, набирается группа исследуемых больных и группа контрольная. Ни врач, ни контрольная, ни исследуемая группа не знает, какой препарат назначается. Многоцентровое исследование обозначает, что препарат исследуется не в одном научном центре. Он исследуется во многих центрах. Он включает большую группу людей. Она должна составлять не менее 10 тысяч человек. Контролируемое исследование обозначает, обязательно проводится контроль за этим исследованием. Рандомизация обозначает случайная выборка и сопоставление полученных всех данных. Ну и очень важный термин – это обеспечение метаанализа. Метаанализ – это математический метод обработки всех полученных данных. Представьте, 10 тысяч человек, не менее 10 тысяч человек, где мы должны получить огромное количество данных. Их нужно обработать. Впервые этот математический метод предложил ведущий математик Кахрейн. И он включает совокупность всех математических методов. Поэтому в настоящее время существует так называемый интернет-ресурс, сайт Кахрановского библиотека, где любой врач, любой студент может выйти на этот сайт и посмотреть, а какой же ранг доказательности у лекарства в настоящее время имеется. Поэтому то, что обозначается ранжирование доказательной базы лекарственных препаратов, вы должны разбираться. Повторюсь, самым высоким уровнем является эта категория А, которая соответствует золотому стандарту. Существует также по тип категория А. Это отдельные многоцентровые, но только российские, не международного уровня, а именно российские клинические исследования. Категория Б по-русски обозначает, это не многоцентровые, но также уже двойные слепые рандомизированные исследования, то есть немногочисленные. И в данном отношении мы говорим о том, что лекарственный препарат имеет категорию второго уровня. Достоверность здесь также очень высокая. Она составляет около 70-80%. Третья категория – категория С. Категория С обозначает открытые исследования. Она носит отдельные случаи, описательный уровень. И в данном отношении, конечно, уровень достоверности будет намного ниже. Категория Д – последняя категория достоверности, пятая категория. То есть она основана лишь на мнении экспертов, ведущих, в той или иной области. Есть ведущие специалисты, есть непосредственно у нас эксперты в области в педиатрии, неврологии, офтальмологии и так далее. Либо это группы экспертов. И в данном отношении мы говорим о том, что это исследование носит самый низкий уровень доказательной базы. Эти данные могут быть исследованы только на животных инвитро. Поэтому мы говорим, что это начальная основа пирамиды. Поэтому эта пирамида не статична, она динамична. И любой препарат может из одной категории переходить в другую. На этом слайде также отображены вот эти все уровни, когда уже мы говорим, что в основном в педиатрии, посмотрите, конечно, используется категория D и категория C. Почему? А потому что клинические исследования у детей и на беременных женщинах запрещены. Как же мы должны руководствоваться? На чем же должны мы строить свои протоколы лечения, осуществлять свое лечение у детей? Конечно, в этом отношении работает именно категория доказательности базы D. То есть мы должны основываться на мнении ведущих экспертов и специалистов. Существуют съезды педиатров, существуют симпозиумы педиатров, где решается вопрос о рациональном, наиболее эффективном и безопасном лечении того или иного заболевания у ребенка. После этих симпозиумов и съездов выпускаются формулярные системы. На основе формулярных системов пишутся протоколы ведения больных, пишутся клинические рекомендации, которые обновляются каждый год, каждые три года, и в этом отношении строятся именно протоколы ведения больных. Поэтому в своей практике на занятиях по клинической фармакологии мы обязательно будем останавливаться, что такое клинические рекомендации по той или иной зонологической форме. Будем с вами изучать эти клинические рекомендации, решать задачи, решать виртуальные фармакоаналитические задачи по больным с точки зрения позиций доказательной медицины. А что это такое, какие ранги, я вам рассказала. В настоящее время в нашей российской фармакопии существует огромное количество лекарственных препаратов. Сейчас их насчитывается около 24 тысяч по международному непатентовому названию. Так вот, для того, чтобы выбрать лекарственные препараты ребенку, мы должны выбрать наиболее эффективный и безопасный. И этот выбор должен быть осуществлен только на основании знаний клинико-фармакологических характеристик препаратов. Не на рекламе, не на мнении каких-то ведущих специалистов, а только на основании этих характеристик. Какие же существуют основные характеристики лекарственного препарата? Они могут быть фармакодинамические, они могут быть фармакокинетические, они могут быть взаимодействия отражать лекарственных препаратов, ну и кроме того, существуют различные методы эффективности, оценки и безопасности лекарственных препаратов. Когда мы говорим о фармакодинамических характеристик лекарственных препаратов, мы должны касаться и фармакологических характеристик. Прежде всего, это механизмы действия лекарства. Вы эти характеристики изучали на курсе фармакологии, посвящали большой объем знаний, изучали механизмы действия лекарственных препаратов. Я только лишь напомню, что любой лекарственный препарат, который продается в аптеке, у нас должен иметь точный механизм действия. Для каждого лекарства изучен механизм действия с научной точки зрения. Изучена мишень. Какие существуют мишени в настоящее время? Прежде всего, это рецепторный уровень. Их вы также изучали на фармакологии. Это могут быть рецепторы, связанные с адренергическим влиянием, холинергическим влиянием. Это могут быть мускариновые рецепторы, опиоидные рецепторы. Это могут быть альдостероновые рецепторы, бензодиазепиновые рецепторы и т.д. По фармакологическому эффекту, по механизму действия можно, кроме рецепторов, выделить еще и воздействие на мембраны, где выделены каналы, такие как кальциевые, натриевые, хлорные каналы, калиевые каналы. В данном отношении препарат может обладать агонистическим, антагонистическим действием. Лекарственный препарат может влиять не только на рецепторы и на каналы. Кроме того, лекарственное средство может влиять непосредственно на внутриклеточный фермент. Например, это могут быть ангиотензин, превращающий фермент, натриевые калевые т-фазы, ашкалевые т-фазы. Лекарство может действовать на внутриклеточный мессенджер. Например, это может быть циклическая АМФ, джебелки. Почему так важно знать механизм действия? Именно от механизма действия будет зависеть фармэффект и излечение больного. Кроме того, если препарат не уточнен, неизвестен механизм действия, он не может быть включен в протокол введения больных, он не является лекарственным препаратом. Например, биологически активные вещества и гомеопатические средства не относятся к лекарственным препаратам, потому что для них не уточнен механизм действия. По фармакологическому эффекту лекарственные препараты могут иметь агонистическое влияние, антагонистическое влияние. Они могут быть полными агонистами, либо частичными агонистами. Они могут быть обратимого, необратимого действия. Фармакокинетические показатели на этих показателях я остановлюсь более подробно, потому что, как правило, фармакокинетические показатели, они очень важны, особенно если речь идет о жизни ребенка, об его излечении. Фармакокинетика, как я уже сказала, она отвечает и рассматривает такие разделы, как пути ведения препарата, его всасывание, биоусвояемость, либо биодоступность. Как препарат распределяется в организме, как препарат выводится, элиминация, который скрадывается из биотрансформации и экскреции. Так какие же основные характеристики лекарственного препарата существуют? Нужно сказать, что все характеристики фармакокинетики, так же как и фармакодинамики, они подробно изложены в инструкции. И прежде чем назначить лекарственные препараты ребенку, врач должен, обязан знать эти показатели и должен ими оперировать. Так что же такое биодоступность, биоусвояемость? Скорее всего, это одна из самых главных показателей для педиатрии. Я несколько раз уже останавливалась на этом показателе. Говорила о том, что биодоступность и биоусвояемость зависит именно от эффективности лечения. Нам нужно знать конкретно, что же такое. Биодоступность или биоусвояемость лекарства – это процент, та доля лекарственного препарата, которая поступает в системный кровоток в активной форме. Как любой показатель измеряется в процентах. Если мы говорим о высокой биодоступности, то она составляет от 60 до 100%. Если биодоступность низкая, она ниже 30%. Ну и средний показатель он имеет от 30 до 60%. Это очень важный показатель. Именно от этого показателя будет зависеть эффективность оказания помощи, эффективность лечения. Фармэффект. Чем выше показатель биодоступности, тем меньше можно дозировать лекарственный препарат ребенку, тем меньше необходимо назначать длительность терапии, снижается курс терапии, меньше риска побочных эффектов. Если мы говорим о внутривенном ведении, конечно, это всегда будет 100%, если вы попали точно в вену. Если мы говорим о внутримышечном пути ведения, то биодоступность составляет не 60%, как мне многие отвечают, а также она очень высокая – до 95%. Но, как вы сами понимаете, внутримышечный и внутривенный путь ведения – это болезненный, это травматичный путь ведения. Для ребенка это всегда проблематично в качестве создания условий антисептики. Поэтому в настоящее время созданы препараты перорального приема, но при этом биодоступность у них очень высокая. Что мы имеем? Мы имеем лекарственные средства, которые можно назначить ребенку перорально, без внутривенного, без внутримышечного ведения, без повреждения целостности кожных покровов, но при этом биодоступность у них будет альтернативная – 95%. И, конечно, прежде всего, нам нужно знать в педиатрии препараты с высокой биодоступностью так называемые салютабные формы. Салютабные формы существует много для антибиотиков. Что значит салютабные формы? Это значит, что они диспергируемые, они очень хорошо растворимые в любой жидкости, в слюне, в молоке, в грудном молоке, в воде. То есть салютабные формы выпускаются в диспергируемых таблетках. Эту таблетку можно разжевать, разжевать, рассосать. Ее можно бросить в стакан с водой. Ее можно растворить в грудном молоке. И при этом биодоступность создается очень высокой. В системный кровоток поступает 95% активного вещества. Что же относится к салютабным формам? Я не буду долго останавливаться. Мы будем рассматривать их конкретно на занятиях. Просто подскажу пример. Такой пример, как известный антибиотик флимаксин-салютаб. Флимаксин-салютаб сейчас включен практически в клинические рекомендации для детей. Почему? Флимаксин-салютаб является аналогом ампицелина первого препарата полусэнтетического ряда пенициллинов. При этом ампицелин имеет низкую биодоступность. Около 30%. Что значит? Это значит, что 70% выброшено на ветер. То есть 70% не поступает в системный кровоток. Она обезвреживается и выводится из организма. Но при этом при выведении из организма наносится вред ребенку. Прежде всего страдает кишечная флора, так как препарат будет выводиться через кишечник. Поэтому это очень высокий риск при назначении ампицелина развития так называемого дисбиценоза. И крайнее проявление дисбиценоза – высокий риск развития псевдомбронозного колита. Псевдомбронозный колит уносит уже тяжелое течение, уносит вплоть до летального исхода. При назначении ампицелина ребенку в таблетках, в капсулах, длительной большой дозе, риск развития псевдомбронозного колита, как проявление дисбиценоза, становится смертельным для ребенка. Почему? Да потому что происходит так называемая стерилизация кишечника. Вся полезная микрофлора будет погибать. На этом фоне произрастает непосредственно очень патогенная флора, которая относится к клостриде дефициле. Это приводит к язве образования в кишечнике. У ребенка появляется в кровь стули. У него повышается температура, интенсикация, рвота, тошнота. Ребенка отправляют с острым животом в хирургическое отделение, либо инфекционное отделение. Мы теряем время под маской псевдомбронозного колита, ряд других заболеваний. И у ребенка можно потерять. При этом врач не задумывается о том, что именно от низкой бедоступности может развиться антибиотика дисбиценоз. Поэтому долгое время ампициллин назначался около 20 лет. Мы видели многие побочные эффекты, связанные с дисбиценозом. Назрела проблема производства его аналога. И этим аналогом стал амоксициллин. У него бедоступность около 80%. Она высокая. Пошли дальше. Есть аналог амоксициллина. Как я уже сказала, этим аналогом является флимоксин солютаб. И у него бедоступность составляет около 90%. 92-95%. Поэтому при назначении флимоксина солютаба, делаем вывод, риск развития дисбиценоза минимален. Потому что всего лишь 3-5% будет проходить через кишечную флору. Это очень важно понять. И поверьте, эти же аналоги, такая же технология существует для очень многих антибиотиков. Это и филипрофен солютаб, и супрокс солютаб, и другие формы, о которых мы будем говорить конкретно на занятиях. Следующий показатель, который достаточно серьезен, его обязательно нужно знать и для терапевтов, и для педиатров. Этот показатель называется коридор безопасности. Вот он стоит в кавычках. Широта терапевтического действия. Под широтой терапевтического действия понимают интервал, диапазон от минимальной концентрации, вызывающей терапевтический эффект, до минимальной токсической концентрации. В педиатрии до минимальной токсической концентрации препарат мы не назначаем. Поэтому в педиатрии коридор безопасности оценивается как интервал от минимальной терапевтической дозы до максимальной терапевтической дозы. Очень важно понять, что с учетом этой характеристики все лекарственные препараты подразделяются на препараты, которые имеют узкий коридор безопасности, которые имеют широкий диапазон, ну и относительно узкий, относительно широкий. Что же относится к лекарственным средствам очень узкого коридора безопасности? То есть те препараты, при назначении ребенка которые, могут вызвать этот токсический эффект. Разброс их незначительный. Разброс между этими дозами составляет всего лишь 20-25%. Прежде всего это сердечные гликозиды. Все мы знаем, что сердечные гликозиды, они очень токсичны для детей. Но термин токсичен, он как бы не отражает сути. Здесь, если мы назначаем ребенку сердечные гликозиды, мы должны понять, что коридор безопасности узкий. Поэтому при назначении сердечных гликозидов отслеживаем побочные действия и проводим лекарственный мониторинг. Поэтому делаем вывод, если препарат обладает узким коридором дозирования, врач-педиатр должен проводить лекарственный мониторинг. То есть мы должны отслеживать корреляцию между концентрацией препарата и его фармакологическим эффектом. Конечно, в идеале эту корреляцию отслеживают в лабораториях. То есть мы отслеживаем концентрацию препарата в плазме крови, как в динамике эта концентрация уменьшается, увеличивается, как этот эффект снижается, увеличивается. Но поверьте, на практике в наших стационарах это практически сделать невозможно. Поэтому лекарственный либо терапевтический мониторинг – это клиническое наблюдение за состоянием больного с целью определения токсического эффекта лекарственных препаратов узкого коридора дозирования. Более подробно, как проводится лекарственный мониторинг, мы будем с вами также рассматривать на занятиях. Сегодня я просто хочу перечислить те лекарственные препараты, которые относятся к очень узкому коридору дозирования. Я уже сказала, что к узкому коридору дозирования относятся на первом месте сердечные гликозиды, наркотические анальгетики, производные барбитуратов, барбитуровой кислоты, которые используются часто в педиатрии как противосудорожные препараты, как снотворные препараты. К препаратам узкого коридора дозирования относятся аминофилин, торговое название эофилин. Он используется как бронходилетатор, вазодилетатор. К препаратам узкого коридора дозирования относятся прямые антиогулянты, такой препарат, как гепарим. К препаратам узкого коридора дозирования у детей относятся препараты из группы антибиотиков. Прежде всего, это аминогликозиды, препараты первого-второго поколения аминогликозидов, это тетрациклины, это вторхиналоны, которые, кстати, у детей назначаются только по жизненным особым показаниям. К препаратам узкого коридора дозирования относятся противоритмические препараты, местные анестетики. К препаратам узкого коридора дозирования относятся такие препараты, как петлевые диуретики. То есть, а вот как они назначаются, что делать, если произошла передозировка отравления, мы также будем подробно разговаривать на каждом занятии, отслеживая тот или иной лекарственный мониторинг, конкретно каждого лекарственного средства. Следующий показатель, который врач обязан знать и который также изложен в инструкции, это объем распределения. Что же такое объем распределения? Объем распределения – это условный показатель. Это условный объем жидкости, который показывает равномерное распределение лекарственного препарата в жидкости в такой же концентрации, как и в плазме крови. Обратите внимание, жидкость по отношению к плазме крови. После того, как препарат поступил в плазму крови, он там не может постоянно находиться. Препарат в той или иной степени проходит через гистогематические барьеры, и он распределяется в других жидкостях. Это может быть слюна, моча, это может быть спинномозговая жидкость, лимфа и т.д. Поэтому чем больше объем распределения, тем выраженнее препарат проходит через гистогематические барьеры, и он распределяется по организму в большей степени. Если мы говорим, что этот показатель условный, то за единицу берется 1 литр на килограмм. Обратите внимание, измеряется он в литрах на килограмм. И если мы читаем в инструкции, что лекарственный препарат имеет объем распределения меньше единицы, соответственно, он будет находиться только в плазме крови, и в другие жидкости через гистогематические барьеры, он будет проходить плохо. А вот если препарат имеет большой объем распределения, это значит больше 2-3 литр на килограмм, соответственно, он будет распределяться по другим тканям и органам нашего организма. Зачем нужно знать объем распределения с практической точки зрения? Ну, например, существуют антибиотики, которые имеют огромный объем распределения. К ним относятся макролиды и фторхиналоны. Макролиды третьего поколения, к ним относятся от азитромицин, имеют объем распределения более 30 литр на килограмм. Все фторхиналоны имеют объем распределения более 40 литр на килограмм. И мы говорим о том, что эти препараты накапливаются практически в любой клетке нашего организма, проникая через все гистогематические барьеры. Это очень важно в лечении особенно инфекционных заболеваний, если речь идет о тяжелых пневмониях, если речь идет о перитонитах, о заболеваниях инфекционной природы, репродуктивной сферы и так далее. Поэтому в данном отношении мы должны назначить антибиотик, который имеет большой объем распределения. Либо, например, в лечении менгококковой инфекции. Нам нужно назначить не старый пенициллин полусинтетического ряда, который имеет низкий объем распределения, который плохо проходит через гистогематический барьер. А в настоящее время в лечении менгококковой инфекции назначаются антибиотики группы карбопенемов, которые имеют уже объем распределения в 10 раз, превосходящий полусинтетические естественные пенициллины. Кроме того, объем распределения важен с практической точки зрения его знания. Для врача, если произошло отравление лекарственным препаратом и в данном отношении для оказания неотложной помощи, мы должны знать тоже этот показатель. Ну, такой пример. Если произошло отравление лекарственным препаратом у ребенка, наиболее часто это происходит психотропными препаратами, транквилизаторами, которые имеют объем распределения больше 10 литров на килограмм, то в данном отношении проведение гемосорбции плазмафереса при отравлении диазепамом будет низкоэффективным. Почему? А потому что препарат не остается практически в плазме крови, очень быстро распределяется в организме, проникает через гистогематический барьер, поступает к бензодиазепиновым рецепторам, в центральную нервную систему. Поэтому в данном отношении неотложная помощь должна заключаться в ведении антагонистов диазепама, а не нужно тратить время на гемосорбцию и плазмаферес. Следующий показатель, когда мы говорим о фармакокинетике, это роль воздействия лекарственного средства на активацию микросомальных ферментов печени. С этой точки зрения лекарственные препараты все подразделяются либо на ингибиторы, либо на индукторы микросомальных ферментов печени. Что значит ингибиторы? Это значит, что лекарство будет угнетать микросомальные ферменты печени. Это главные ферменты, это главные цитохромы P450 в печени, которые участвуют в обезвреживании. К ингибиторам микросомальных ферментов печени относятся такие препараты, как индомитоцин, цимитиндин. Вот этот препарат нужно выделить, это самый сильный ингибитор. Он относится к группе антисекреторных препаратов лечения язвенной болезни первого поколения. Аминозин, левомицетин, хлоралфиникон, он же эритромицин, тетрациклин. К индукторам микросомальных ферментов, к самым сильным, относятся это фенобарбитал, дифенин, бутадион, теофилин, глюкокуртикостероиды, кардиамин, фуросимид. Почему мы должны знать роль лекарственного препарата в отношении активации или ингибирования микросомальных ферментов печени? Это необходимо учитывать при взаимодействии лекарственных препаратов. Ведь в план лечения может входить не один препарат, а несколько. И одним из них будет влиять на именно биотрансформацию в печени. И в данном отношении, если мы говорим о взаимодействии лекарственных препаратов, а одно лекарство является ингибитором, то другой препарат мы должны обязательно уменьшить дозу. Почему? А потому что при назначении совместным с ингибитором микросомальных ферментов печени свободная фракция первого препарата будет резко повышаться. Это приведет к передозировке препарата и это приведет к развитию отравления. При назначении двух препаратов ребенку, одним из которых является индуктором, мы должны другой препарат увеличить дозу, потому что биотрансформация этого препарата будет резко усилена, его свободная фракция, концентрация в плазме крови будет снижена и фармэффект будет уменьшен. Поэтому другой препарат дозу мы должны увеличить при одновременном назначении с индукторами. Кроме того, эта характеристика также очень важна при отравлении лекарственными препаратами. Приведу такой пример. В педиатрии признаки отравления у детей наиболее часто встречаются при назначении парацетамола ацетаминофеном. Почему? Да потому что ацетаминофен имеет дозозависимый эффект, то есть доза разработана для ребенка, она уточнена, это 10-15 мг на килограмм массы тела. Что мы видим на практике? На практике мы видим, что парацетамол ацетаминофен продается в аптеке безрецептурно, то есть родители боятся этой температуры, они покупают препараты, которые имеют много торговых именований, это и эфиралганы, и панадолы, и другие препараты, это рафлю комбинированные, и при этом в течение дня ребенок может получать и 2 грамма, и 3 грамма, и даже бывают случаи 4 грамма для снижения температуры, которые являются очень токсичными. Большие дозы ацетаминофена для ребенка являются опасными с точки зрения печени, они все гепатотоксичные, поэтому парацетамол может вызвать печеночную кому вплоть до летального исхода. Что же делать, если вы видите первые признаки отравления парацетамолом? При отравлении парацетамолом ни в коем случае нельзя назначать ребенку индукторы микросомальных ферментов, то есть нельзя назначать хлордиазопоксид, который является транквилизатором, нельзя назначать фенобарбитал, нельзя назначать противосудорожные препараты, даже если развелись судороги, нельзя назначать гормоны глюкокуртикостероиды, нельзя назначать аналептики, нельзя назначать петлевые дюретики, в том числе в составе форсированного дюреза. Все эти препараты приведут к активации токсичных метаболитов. Сам ацетаминофен не токсичен для печени, токсичны только его метаболиты, которые образуются в клетках печени. И при назначении индукторов микросомальных ферментов мы запускаем образование этих токсичных метаболитов, а это приведет к геопатотоксичности, к печеночной коме. Поэтому назначение этих препаратов запрещено при отравлении парацетамолом у детей. И в этом плане ребенку срочно нужно дать донаторы глютатиона. Это аминокислота, которая обезвреживает токсичные метаболиты в печени, переводит пара аминофенолы в абсолютно безвредные соединения. Донатором глютатиона является ацетилцистеин. Ацетилцистеин можно дать внутрь, либо назначить внутрь вена, для того, чтобы справиться с отравлением ацетаминофеном, он же парацетамол. Вот для чего нужно знать активность лекарств по отношению к микросомальным ферментам печени. Следующий показатель, когда мы говорим о выведении препарата из организма, мы должны учитывать такой показатель, как клиренс лекарственного средства. Клиренс лекарственного средства – это гипотетический объем плазмы крови, который полностью очищается от лекарства за единицу времени. И измеряется он в миллилитрах в минуту. Но практически мы на практике также не можем отследить, как очищается плазма крови от лекарства. Поэтому с практической точки зрения мы оцениваем по пробе реберка. То есть мы оцениваем клубочковую фильтрацию. Мы оцениваем клубочковую фильтрацию, очищение от эндогенного креатинина. Именно этот показатель является косвенным показателем для крыльинса лекарственного средства. Я напомню, что проба реберка либо клубочковую фильтрацию у ребенка составляет 100 плюс-минус 20 мл в минуту. Поэтому, если мы видим, что препарат имеет основной путь выведения через почки, а клубочковая фильтрация пробы реберка снижена, она составляет недостаток первой степени, почечную недостаточность, то есть ниже 80 до 60 мл в минуту, то в данном отношении дозу препарата мы должны снизить на одну вторую, на одну третью. Если же у больного острой почки недостаточности пробы реберка составляет менее 60 мл в минуту, то в данном отношении этот препарат не должен быть назначен ребенку, потому что он вызовет побочные эффекты со стороны почек, окажет нефротоксическое действие, а мы выбираем лекарства, которые имеют другой путь выведения, то есть кишечный путь выведения. Коэффициент полуэллиминации – это также показатель выведения препарата. Коэффициент полуэллиминации отражает ту часть лекарственного препарата в процентах, на которую происходит уменьшение его концентрации в организме за единицу времени, чаще за сутки. В практическом здравоохранении наиболее часто используется такой показатель, как период полуэллиминации, либо Т1-2. Так вот, Т1-2 – это время, за которое концентрация лекарственного препарата, обратите внимание, в плазме крови снижается наполовину. То есть в данном отношении мы говорим о том, что период полуэллиминации он отображает только уменьшение концентрации в плазме крови наполовину. И именно с этим показателем будет связана кратность назначения препарата. Кратность назначения препарата она отображает 4-5 периодов Т1-2. Именно за 4-5 промежутков Т1-2 происходит равновесная концентрация. Происходит сохранение равновесной концентрации в организме ребенка. Именно этот промежуток времени является критерием для кратности назначения препарата. Сейчас более подробно расскажу, более по-простому. Например, период полуэллиминации для бензинопенициллина составляет 60 минут. Что это значит? Это значит, что через 60 минут плазменная концентрация этого антибиотика сокращается наполовину. Но это не значит, что через 60 минут мы должны назначить половинную дозу антибиотика. Я уже сказала, что через 4-5 промежутков Т1-2 будет создана равновесная концентрация в организме. Что значит равновесная концентрация? Это значит, что когда доза введенного препарата будет равна непосредственно дозе выведения препарата. То есть количество введенного препарата будет непосредственно равна количеству выведенного препарата. А эта равновесная концентрация только через 4-5 промежутков Т1-2. Поэтому, зная Т1-2 для пенициллина она составляет 60 минут, кратность назначения препарата составляет 4-5 часов. То есть 4-6 раз в сутки мы можем назначить повторно бензил пенициллина. Через 4-6 часов назначаем эту терапевтическую дозу. Я рассказала вам о фармакокинетических, фармакодинамических показателях лекарственных препаратов. Я остановилась на лекарственном мониторинге. Это тоже одна из задач клинической фармакологии. Я рассказала этапы создания лекарственных препаратов, рассказала основные ранги доказательности Тех или иных лекарственных препаратов. Немножко хочу еще остановиться на побочных эффектах. Нежелательные побочные эффекты лекарственных препаратов практически каждый врач столкнется на практике. Так вот, нежелательные побочные эффекты у детей, они могут иметь дозозависимый характер. Мы говорим, что с ними связаны токсические эффекты. А могут быть не связаны с терапевтической концентрацией. Так вот, которые не связаны с терапевтической концентрацией, как это ни парадоксально, они развиваются очень часто. К ним относятся аллергические реакции, псевдоаллергические реакции, синдром обкрадывания, зависимость развития лекарственная, психическая, физическая и т.д. К ним относятся развитие дисбактериоза, дисбиоциноза. Поэтому эти реакции часто встречаются в практике. Если мы говорим об аллергических реакциях, всегда нужно знать, что эти побочные нежелательные реакции имеют дозонезависимый характер. Наиболее часто они возникают на прием антибиотиков, они возникают на прием местных анестетиков. То есть к данным отношениям нужно обязательно, тщательно собирать аллергологический анамнез для того, чтобы посмотреть, нет ли у ребенка так называемой перекрестной аллергии. Что значит перекрестная аллергия? Перекрестная аллергия существует между четырьмя группами антибиотиков. Например, это пенициллины, цефалоспорины, карвопенемы и монобоктамы. Они имеют перекрестную аллергену между собой. И если у пациента есть аллергическая реакция на один из антибиотиков, то все другие три группы будут ему противопоказаны. Перекрестная аллергия, часто врачи забывают, существует между макролидами и линкозамидами. То есть если у больного есть в анамнезе аллергия на эритромицин либо азитромицин, то такому больному пациенту-ребенку нельзя назначить линкомицин, потому что с очень большой вероятностью у него возникнет анафилоксия. Псевдоаллергическая реакция, в отличие от аллергической реакции, она носит дозозависимый характер. Как правило, мы видим псевдоаллергическую реакцию на прием ампициллина, то есть так называемый сыпь седьмого дня, когда у ребенка развивается очень похожая кореподобная сыпь. Она носит дозозависимый накопительный характер. Так и называется сыпь седьмого дня. Поэтому мы говорим о том, что нужно быть готовым и к развитию псевдоаллергических реакций, к возникновению псевдоаллергических реакций. Что же такое синдром отмены, синдром рикошета? Тоже хотелось бы остановиться. Либо он называется синдром бумеранга. Синдром рикошета – это проявление противоположного эффекта, смена одного фармакологического эффекта на противоположный. Ну, например, если у ребенка мы назначаем неконтролируемые бета-2-агонисты в лечении приступного периода бронхиальной астмы, получаем не положительный фармэффект, не расширение бронхов, а получаем астматический статус. Вследствие того, что снижается чувствительность бета-2-рецепторов к бета-2-агонистам к сальбутамолу, они перестают проявлять свою чувствительность, и у ребенка происходит астматический статус, еще более сильный бронхоспазм. Это называется синдромом рикошета. Синдром отмены. Синдром отмены – это тот феномен, который развивается при резкой отмене препарата. Ну, например, если мы говорим про клонидин, он же клофелин, который относится к группе антигипертензивных средств. Резко его нельзя отменять, потому что он влияет на регуляторные центры сосудодвигательного центра в центральной нервной системе и влияет на миндазолиновые рецепторы, он влияет на непосредственно продлоговатые, на центры продлоговатого мозга. И при резкой отмене клофелина происходит гипертонический криз. Поэтому эти препараты требуют постепенной отмены. Либо бета-блокаторы, которые также регулируют сосудистый тонус и в лечении гипертонической болезни, они также требуют постепенной отмены. Если мы говорим о лекарственной зависимости, то это очень большой пласт клинической фармакологии. Очень много препаратов имеют такой феномен, как лекарственная зависимость. Мы на занятиях будем также подробно говорить, какие препараты наиболее часто вызывают лекарственную зависимость. Все вы знаете, что наиболее часто лекарственную зависимость вызывают наркотические анальгетики. Именно эта группа относится к группе строгого учета психотропных препаратов. У них особые требования к рецепторному отпуску, к правилу хранения, к правилу отпуска, в аптеках, в стационарах. Именно за этими препаратами из группы наркотических анальгетиков осуществляют фармаконадзорные органы деятельности именно наркотические анальгетики подвержены. Все мы знаем про КДИН в настоящее время, что КДИН выписывается только строго по рецептам. Все мы знаем о препаратах, которые относятся к группе строгого учета. Не стоит забывать, что к этим препаратам, которые могут вызвать лекарственную зависимость, относятся транквилизаторы, к ним относятся антидепрессанты первого поколения. Лекарственную зависимость могут вызвать очень многие противосудорожные препараты. Лекарственную зависимость вызывают снотворные препараты. В детской практике это группа эфедры. Эфедрина входит в состав бронхолитина, поэтому сейчас он отпуска осуществляется строго по рецепту. Лекарственную зависимость может вызвать димедрол, диэфенингидромин, который тоже сейчас выпускается строго по рецептам. Поэтому в данном отношении мы должны знать и уметь правильно выписать эти препараты, которые имеют феномен лекарственной зависимости. Если мы говорим о нежелательных побочных эффектах, мы должны затронуть тему и назначение лекарств во время беременности. Потому что назначение лекарств во время беременности – это очень сложная задача. Сложная задача и для акушер-гинекологов, и для терапевтов, и для педиатров. Потому что многие из вас будут встречаться с беременными женщинами и в патронажной системе оказания им неотложной помощи, и оказания даже не только неотложной, но и медицинской помощи. Поэтому в этом плане нежелательные побочные эффекты в отношении воздействия во время беременности подразделяются на эмбриотоксическое, тератогенное и фетотоксическое действие. Эмбриотоксическое действие связано с влиянием лекарственных препаратов только лишь на незрелый плод, то есть когда еще нет формирования органов и систем. То есть это влияние на зиготу, на яйцеклетку в первые 4 недели. Поэтому самый частый нежелательный эффект – это абортивные выкидыши, аборты, так называемые лекарственные аборты. То есть яйцеклетка становится нежизнеспособным и происходит выкидыш. В этом отношении очень много препаратов, которые запрещены во время беременности. К ним относятся цитостатики, к ним относятся диагностические радиоизотопные лекарственные препараты, к ним относятся многие гормональные препараты и другие. Если мы говорим о тератогенном действии лекарственных препаратов, то в данном отношении это влияние с десятой, это влияние с десятой в основном до 14 недели, то есть когда идет закладывание и формирование основных органов и систем. И поверьте, таких лекарств тоже очень много. Что здесь очень важно знать? Очень важно знать, что во время беременности есть доказательные данные в отношении токсического действия на плод. И эти препараты отнесены к категории Х. То есть что это значит? Что эти препараты нельзя назначать во время беременности. На практических занятиях мы с вами будем их обсуждать, мы конкретно будем говорить, какие препараты запрещены во время беременности. Здесь большая проблема, что пока российская шкала по назначению лекарственных препаратов во время беременности до конца не разработана. Поэтому мы должны их оценивать по учету шкалы FDA. FDA – это американская шкала по надзору и назначению лекарственных препаратов и парафармацевтиков. Именно та, которая наиболее изучена и разработана. Поэтому категорию Х обязаны знать врачи-педиатры. То есть это те лекарственные препараты, которые запрещены во время беременности. Очень было много ретроспективных исследований, наблюдений за беременными при назначении транквилизаторов. Я вам напомню, что самым известным является такой препарат, как талидамид. Талидамид – это самый первый транквилизатор, который был назначен 19 тысячам беременным женщинам в Европе и получили самый частый побочный эффект, врожденную аномалию – это тюлени и лапки. Это короткие ластообразные конечности. 19 тысяч человек пострадало. Поэтому в данном отношении талидамид сейчас относится к категории Х, и он назначается только в лечении проказа. Как транквилизатор он не может быть назначен. Торхиналоны также относятся к категории Х. Их нельзя назначать во время беременности. Очень много ингибиторов АПФ. Практически все ингибиторы АПФ также относятся к категории Х. Они вызывают так называемое развитие гидроамниона. Ребенок рождается нежизнеспособным. Ацетилсалициловая кислота. Первый три мест беременности. Также к категории Х. Это расщелинные, полные, частичные, мягкого и твердого неба. Об этом тоже нужно знать и не забывать. Более подробно о назначении во время беременности, во время лактации женщин мы также поговорим на практическом занятии. Спасибо большое за внимание. Основные постулаты, основную информацию я вам рассказала. Тема первой лекции закончена. Еще раз спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok